Девушки отдыхают Движенный риэлтор хочет получить свои деньги, а хозяин квартиры считает, что ничего не должен. С какого момента надо оплачивать услуги по продаже жилья, узнаете в суде. Татьяна Юрьевна, когда вы писали контракт, вы читали его? А я имею право, я знаю, что я имею право, если на муж военный. Больница оплатила выпускнице медицинского вуза ординатуру. Но девушка передумала быть врачом и не считает, что должна вернуть деньги. Она свободный человек. Или она заблуждается. Женщина приехала в загородный дом к любовнику, но свидание не состоялось. А кто ответит за испорченный выходной, узнаем в суде. Истец просит оплатить ей услуги риэлтора. Ответчик иск не признает. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску. Калмыковой Ангелины Сергеевны, к ответчику Дорохову Евгению Васильевичу, иск заявлен о компенсации понесенных расходов. Все верно. Так, Ангелина Сергеевна, пожалуйста, какие расходы просите компенсировать ответчика? Ну, я предъявляю иск о компенсации понесенных расходов в размере 134 600 рублей Дорохову Евгению Васильевичу. Дело в том, что я являюсь риэлтором. У меня есть собственное ИП, зарегистрированное в налоговой. И я продаю и покупаю клиентов. Вы, оказывается, услуги как риэлтор, да? Занимаетесь сделками купли-продажи квартир. Совершенно верно. Но работаю я по принципу сарафанного радио, потому что все-таки это такой бизнес опасный, где, естественно, есть и черные риэлторы, и некомпетентные клиенты, поэтому в основном знакомых через знакомых. И более-менее бизнес налаживается гладко, да, то есть нет никаких таких моментов и эксцессов. Тут мне позвонил мужчина, и, собственно говоря, честно говоря, я даже не помню, откуда взял мой телефон. Очень смутная история. Почему-то я с ним встретилась, и, в принципе, он попросил меня также помочь ему продать квартиру. Но квартира оказалась сложной достаточно. То есть у него есть совершенно... Мужчина-то это кто? Ответчик? Да, да, да. Вот Дорохов Евгений Васильевич. Это его квартира оказалась сложной. Да, мы встретились, он нашел рассказ. Собременение просто, получается. У него есть сестра, она недееспособная, находится в медицинском интернате, и, собственно, конечно, такие квартиры покупают со сложности, то есть не доверяют. Она прописана в этой квартире. Но при этом, продав квартиру, они хотели как раз вот эту сестру перевести и прописать к матери. В общем, он попросил, собственно говоря, помочь ему продать эту квартиру. Мы заключили с ним договор об оказании услуг, и, собственно говоря, я начала, принялась собирать справки. То есть это и выписка из домовой книги о том, что нет задолженности по коммунальным услугам, по капитальному ремонту, по электроэнергии, по водоснабжению, что нету по газу, да, домофону и так далее. В общем-то, медицинскую справку я приложила. Когда собрала документы, я, соответственно, начала подавать для того, чтобы паспорт БТИ получить. Кстати, Евгений Васильевич... Ну, все кадастровые документы, да, все правоустанавливающие, весь пакет собирали. Да, то есть Евгений Васильевич, кстати, мне не дал никакого аванса, поэтому он написал доверенность на меня, и я выполняла... Ну, договор-то вы с ним заключили, да? Да, естественно. На оказание услуг. Да, да, да. То есть получается, что паспорт БТИ я заключала за собственные средства. То есть 22 тысячи, то есть чеки все прилагаются. Выложила, естественно, в сеть объявления, и начали поступать звонки. То есть я выезжала на встречу, показывала квартиру. В общем-то, собственно говоря, выполняла все то, что делает обычный риэлтор. Наконец-то мне повезло, нашлись покупатели. Собственно говоря, мы долго с ними вели переговоры, они очень боялись. То есть нужно было преподнести так, чтобы действительно сестра будет переезжать к маме, что ее выпишут, что все здесь, в принципе, чисто и честно. Сколько составила сумма по договору за ваши услуги? 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Да. То есть 100 тысяч рублей вы просите взыскать в качестве своих услуг риэлтора. Да, совершенно верно. Остальные расходы, значит, паспорт БТИ сколько? 22 тысячи рублей. 22 тысячи рублей паспорт БТИ. Остальные... И 12 600 рублей – это бензинный расход. Это расходы на бензин. Так, в итоге квартира-то была вам продана? Ваши услуги были оказаны? Уже дошли у нас как раз до регистрации сделки документы. Все, казалось бы, осталось только подписать и выплатить деньги. Но в это время умирает сестра в интернате. И, собственно говоря, получается, вот здесь есть и свидетельства о смерти, да, все справки, кадастры, паспорт, все собрано. Так, давайте, значит, все документы на ваше ИП и все, что вы... Да, чеки, пожалуйста, выписки. И, соответственно, квартира становится, ну, так сказать, периэлтовским мерком чистой. То есть без дополнительных каких-либо проблем. В это время мне звонит клиент, как раз Евгений Васильевич, и отзывает мою доверенность о работе, и разрывает со мной об оказании услуг договор. То есть он не хочет мне платить за мою работу. Ваша честь, вот можно сразу переведить вообще? Вот сейчас она много хорошо рассказывает. На самом деле я ничего не собираюсь платить, потому что, первое, она очень плохо выполняла свои обязанности. Она очень долго вела процессы вот эти вот. Я хотел продать квартиру за 2 600. Так? Так? Вообще, я вдруг случайно натыкаюсь на скриншот в интернете случайно. Вот квартирка продается. Вот мой адрес как раз 2 800. Вот прошу взять, передать суде. Вот 2 800, видите? Передайте. Вот, то есть... Это вы к чему вот это? Я так понимаю, понимаете, у нас 2 600 было по договору продать. Я думаю, почему так долго продается квартира? Потому что 2 800 это, в принципе, дороговато немножко. И люди, блин, клиенты смотрят больше... Евгения Васильевич, она не за этого продается долго. Истец, минуточку. Послушайте, ну, это... Не знаю, может, я ошибаюсь. Мне кажется, это какой-то, ну, коммерческий ход. Все всегда цену завышают, чтобы потом... Я понимаю, понимаете, но, ваше честь, на самом деле, это какая-то сумма. Вы хотите сейчас сказать, что Истец хотел за дороже продать? Конечно. Он хотел дожиться на моей квартире. Скажите мне, пожалуйста, а как она могла это сделать, если в договоре прописывается цена? Это существенное условие договора. Хорошо, есть другая система. Как она могла это сделать без вашего верного? Никак, абсолютно. Еще одна ситуация. Вот умерла сестра, я, в принципе, нанял ее для того, чтобы... Потому что с обременением квартиры тяжелее продать. Да? Вот пока сестра была жива, вот она недеоспособна и так далее. Вот она умерла, вот, допустим, и я не мог ей дозволиться. Конечно, и я вам не нужна, да? У меня свои клиенты уже появились. Свои клиенты, все, я хотел позвонить, говорю, все, продавай. Я сто тысяч плачу, короче, и все. То есть разожидеть корабли, море, потихом и так далее. Я встречалась с этими клиентами, уважаемые студенты. Ничего она не встречала, она врет. Вот, когда сестра умерла, я перевез все вещи к сожительнице своей. Вот, и, ну, переписал все, выписался из квартиры, перевез все вещи. То есть квартира стояла пустой и сказала ей, пожалуйста, привози мне там, ну, счета какие приходят, да, и так далее вообще. Я один раз прихожу, просто проверить сам почтовый ящик, там, и выходит какая-то молодая особа. Вот, я смотрю на нее и говорю, вы кто? Из вашей квартиры? Из моей квартиры, которую я продаю. Я говорю, вы кто такая вообще, что вы здесь делаете? Она говорит, меня тетя Ангелила попросила забрать квитанции, короче, и снять показатель счетчиков. Ну, думаю, может, ладно, попросила там ее зайти там на одну ночь. Я проследил, побыл в этом районе, короче, вот, приезжая с утра на машине, и смотрю, эта девушка опять возвращается в эту квартиру. Я пошел по соседям, кстати, все подтвердить могут, в одну квартиру, в вторую, и сказали, два месяца там живет чужой человек. Вот что вы выдумываете? Два месяца там живут в квартире. Вот что вы выдумываете? В нашем районе, в нашем районе, подождите, Ангелила, вот в нашем районе, короче, дать квартиру... Вот любыми средствами, просто хотите, не оплачивать мои услуги, любыми средствами, даже клеветой. Подождите, 20 тысяч рублей стоит в месяц одна квартира. Я считаю, что 40 тысяч она заработала, вот и пусть этими деньгами компенсирует свои расходы. Я не знаю, какого бензина она там тратит, может, она по своим делам ездила там, или к любовникам своим поехала, может, вообще. Слушай, ну не опускайтесь, пожалуйста. Я не опускаюсь, просто не надо... Так, истец, истец, кто проживал в квартире ответчика, и почему это делалось без его согласия? Согласна, вот здесь вот за мной таится грех. Я не позвонила клиенту и не предупредила о том, что... Это уже к суду прилагать дело. Это моя ошибка. Я не предупредила о том, что у меня была проездом племянница. Ей нужно было две ночи переночевать, и сделать вот в течение дня документы в Москве, уехать. И я ей дала ключи и попросила как раз из ящика забрать всю документацию, которую... Два раза, да? То есть пятаться два раза? В течение дня растянулась на два месяца? Нет, нет, нет. Два месяца там соседи все сказали, что два месяца жил чужой человек. Это сто процентов. Ответчик. Она приезжала, выполняла какие-то у нее справки были, а потом приехала, забирала эти справки. Ну, действительно, я ей дала. За эти ночи я могу выплатить за две ночи. Какие ночи? Два месяца соседи все подверглись. По счетчику можно увидеть, жил ли там два месяца человек. Ангелина Сергеевна, здесь вопрос у нас не ставится взыскание с вас каких-либо убытков, да, или там стоимость по аренде квартиры. У нас сейчас стоит вопрос о выполнении вами риелторских услуг. Вы считаете, что не поставив своего клиента в известность, получив от него доверенность на определенные действия, в которых, я так понимаю, что не было указано, что вы можете вселять в квартиру по этой доверенности других лиц. Имея ключи от этой квартиры, и не ставив его в известность, вы заселили туда постороннего человека. Может быть, не для вас, но для ответчика постороннего человека. Я согласна, что это неправильно, но я не заселила. Ваша задача, ваша обязанность... Она только ночевала там. Это не важно. Так случилось просто, что мне нужно было помочь. Ваши обязанности... Ваши обязанности входило эту квартиру продать. Я ее продавала. А не заселять туда посторонних людей. Слушайте, но бывает такое, что две сделки проходят в разных концах города. Бывает, что клиенты просто приезжают посмотреть. Я ее утром попросила открыть дверь, чтобы посмотрели. Не бывает такого, понимаете? Не бывает такого. Если вы на это, как бы, хотите какие-то действия произвести, ну хотя бы поставить в известность. Да, согласна. Я уже не говорю, что внести в договор. Я вообще не знаю, что она там вообще в квартире творила. Там только показать квартиру нужно было. Но чтобы проживали... И, кстати, 22 тысячи, откуда ты такую сумму взяла? Помощники, помощники риэлтора ночуют. 22 тысячи, это чек из БТИ. Ну о чем вы говорите? Это я тоже нарисовала по вашему. А на бельгин 22 тысячи вообще-то. Нет, это 12 600. Вы что, не слышите, о чем я говорю? И вообще, я считаю, что собрав справки, выполнив свою работу, это просто по отношению ко мне нечестно. Работа, квартира была? И тут удаляется для принятия решения. Не нужна, да? Прошу всех встать. Далее в программе. Татьяна Юрьевна, когда вы писали контракт, вы читали его? Это контракт. А я имею право. Я знаю, что я имею право, если на муж военный. Отмена крепостного права, похоже, не коснулась некоторых работодателей. Они до сих пор уверены, что их сотрудники – бесправные и бессловесные рабы. Суду придется вернуть таких руководителей в реальность. Свидание с любимым закончилось дракой с его женой, малоприятным общением с полицией и увольнением с работы. Кто так подставил несчастную женщину, разберемся в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск удовлетворить частично. Взыскать с ответчиков в пользу истиции в счет компенсации фактически понесенных истицей расходов 22 тысячи рублей. Суд частично удовлетворяет заявленные исковые требования по следующему основанию. Между истицей и ответчиком был заключен договор возмездного оказания услуг, а именно договор на оказание услуг риэлтора по продаже квартиры. В соответствии с данным договором, истица, как риэлтор, обязалась по заданию ответчика осуществить продажу квартиры, принадлежащей ответчику, а ответчик обязался эти услуги оплатить. Данный договор между сторонами был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ответчика. Закон допускает отказ ответчика от исполнения договора на оказание возмездных услуг, но при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. А право исполнителя на вознаграждение по итогам работы, то есть после продажи квартиры, в таком случае утрачивается. Таким образом, требования истицы о выплате ей вознаграждения по итогам работы не основаны на законе, и в данной части суд в иске отказывает. Однако при исполнении договора истица фактически понесла расходы на сумму 34 600 рублей, а именно паспорт БТИ и расходы на бензин. При этом судом установлено, что истица без разрешения ответчика использовала его квартиру для личных нужд, селяя туда посторонних людей. Это не было предусмотрено заключенным между сторонами договором, то есть истица злоупотребляла принятыми на себя обязательствами по договору. Поэтому суд уменьшает размер компенсации фактически понесенных истицей расходов и взыскивает с ответчика в пользу истицы 22 000 рублей. Понятно решение суда? Да, вообще. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Получается, все эти месяцы я работала бесплатно. Все справки, которые я собрала, просто неоправданы. В следующий раз буду прописывать все детально в договорах и с незнакомыми людьми все-таки уже не заключать никаких сделок, а работать по своему принципу. Я, в принципе, доволен решением суда. Теперь пусть риэлторы знают, что просто так никто им денег платить не будет. Пусть еще скажет спасибо, что я еще не подал за моральный ущерб суд на нее. Истец требует возместить затраты на обучение работника пропорционально неотработанному времени. Ответчик иск не признает и утверждает, что у нее нет такой возможности. Пожалуйста, доверенность на представление интересов. И слушаем вас, Людмила Борисовна. Ваша честь, я главврач больницы скорой медицинской помощи номер один. По данной мне доверенности выступаю как раз за наше учреждение. Действительно, мы выучили молодого специалиста, Татьяну Юрьевну. Дали ей образование. После того, как она закончила ординатуру на выделенные нами деньги, она стала врачом, иммунологом, аллергологом. Это узкая специальность, но очень необходима нашей больнице. Девушка подписала контракт. В течение пяти лет она обязана отработать то, что мы ее обучали. Но она нарушила контракт. Умышленно нарушила наш контракт. То есть она взяла и родила ребенка, ушла в декрет. Да что, специально что ли родила-то? Мы ее ждали после декрета. Так. Но она вышла замуж за военного, за контрактника, которого отослали после его обучения, да, на Дальний Восток. И она что-то специальности что ли выбирала-то? Собирается уезжать. То есть получила специальность, при помощи которой она получает больше денег. Обязана была отработать пять лет у нас в учреждении. Отработала всего год. И собирается уезжать. Так, давайте мне договор на обучение в ординатуре. Трудовой договор. И приказ об увольнении. Об увольнении, приеме ее на работу. Вы уволились по собственному желанию, да? Да, я подала заявление по собственному желанию. Ваша честь, мы свой договор выполнили. Мы предоставили и прохождение практики, и бесплатное обучение, и место на работе мы предоставили. Мы ее ждали, чтобы она к нам вышла и начала работать. Наши больные вынуждены уезжать в область, чтобы там лечиться. А она в декрете сидит. После декрета выходит замуж и собирается к мужу уезжать. Что за личную жизнь теперь нельзя иметь? 50 тысяч мы на нее потратили, дали образование. Она бы без нашего образования была бы просто в поликлинике врачом общей практики, не более того, на зарплате 15-20 тысяч. При помощи нашего образования она получает 30 тысяч. Ну, это бы не помешало в любом случае ей выйти замуж и родить ребенка. Ваша позиция понятна. Ваша честь, я не согласна с иском. Почему? Потому что, во-первых, я год работала, честно, хотя мне не предоставили даже квартиры. Койки не предоставили. Я живу в тысячу километров. Койки это не указано. По условию контракта бесплатное обучение, предоставление практики в нашем лечебном учреждении и по условию контракта отработка 5 лет. То есть она уже приходит на рабочее место. А вы когда контракт заключали с ответчиком, вы не знали, что фактически жилого помещения, кроме съемного, у нее нет возможности жить где-то? Вы знали об этом? Она же подписала контракт. То есть вы могли, если для вас это такой ценный сотрудник, вы его согласились обучить, оплатите 350 тысяч за его обучение. Татьяна Юрьевна. Чтобы потом он у вас работал. Ну как у вас зарплата? Мы же с вами писали вместе письмо мэру города. Вы же понимаете, что эта обстановка, но в стране везде. Так я и терпела. Я же не могу к себе вас на угол взять. Ваша честь, я терпела год. Уважаемые представители сцены, при чем здесь обстановка в стране? Мы рассматриваем конкретно ваш случай. Пытались помочь. А вы говорите о том, что ваши же пациенты ездят в другой город. Там лучше обстановка, значит, нежели у вас, если вы не можете свои кадры удержать. Мы свои кадры удержим. Где я должен? Какая зарплата у ответчика? Какая у вас зарплата? 30 тысяч. У меня зарплата 15 тысяч платит за квартиру. Да и она может три ординатуры закончить, если нет условий для работы. Но дело в том, что в нашем городе 30 тысяч – это хорошая зарплата. Да, я первое время согласилась, потому что я хотела получить... Может быть, она и хорошая, если половину из нее не тратить на съем жилья? Может быть, она и хорошая в вашем городе? Ваша честь, мы с ней вместе писали, я просила у мэра города о предоставлении жилья. И чем это закончилось? Нам его не дали. Я терпела, в общем-то, мне устраивало, и я хотела получить этот опыт. Но потом у меня изменились обстоятельства, я вышла замуж, я родила ребенка. Да, я ушла в декрет. Я не могла этого как-то... Они говорят, что я нарочно это сделала. Сначала родила ребенка, потом вышла замуж. Нет, никто не оспаривает ваше право. Уйти в декрет, по уходу за ребенком. Не об этом сейчас разговор. У меня муж лейтенантов. То есть он у вас направлен был по месту службы на Камчатку? Есть приказ он направлен? Да, вот и приказ, все документы здесь. Вот и свидетельства о браке, о рождении ребенка. Он тоже молодой специалист. Денег ему не только. А вы сейчас-то где проживаете? Я также снимаю жилье в этом городе. А почему вслед за мужем не уехали? А меня не отпускают. У меня нет 280 тысяч, они с меня требуют. А мне с ребенком на 15 тысяч. А муж сейчас служит на Камчатском крае. Там ему какое-то жилое помещение предоставлено. Нет, он там тоже снимает. В итоге я здесь снимаю. А вы к нему-то вообще собираетесь поехать? Я хочу к нему поехать. Во-первых, я здесь одна. Сейчас еще ребенок, наверное, маленький, да? У меня ребенок маленький, да. Ему отец нужен, мне поддержка нужна. Мне тяжело. Так можно больше здесь отработать 4 года и поехать туда? Я просто, я как к балу какую-то попала. То есть вы предлагаете отработать на вас 4 года, а потом только воссоединиться с мужем. Там ребенок подрастет, да, уже 4 года будет ребенку. Как я 4 года здесь буду одна? Ваша честь, я без денег и без поддержки, без какой-либо. Татьяна Юрьевна, когда вы писали контракт, вы читали его, это контракт. А я имею право, я знаю, что я имею право. Сюда больше нет вопросов, удаляюсь для принятия решения. Прошу всех стать. Конечно, обманула всех. Далее в программе. А ты для него жирная, какого? Да какой стать? Это клубка, донка, 7 года, с миссисками. Мне вообще не пить. Женщина приехала в загородный дом к любовнику, но свидание не состоялось. А кто ответит за испорченный выходной, узнаем в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск о возмещении затрат, понесенных истцом на обучение ответчицы оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. Между сторонами был заключен договор об обучении ответчика в ординатуре за счет средств работодателя, а затем и трудовой договор, в соответствии с которым ответчица обязана была отработать в организации истца после окончания обучения 5 лет. В данном случае ответчица уволилась по собственному желанию, не отработав предусмотренный договором пятилетний срок, однако причиной увольнения ответчицы явилась необходимость изменения места жительства в связи с направлением ее мужа, который является военнослужащим, к новому месту службы. Статья 249 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает только одну прямую причину взыскание с работника средств, потраченных предприятием на его образование. Это возможно лишь в случае досрочного увольнения работника по неуважительной причине. При этом бремя доказывания серьезности обстоятельств, принуждающих человек уволиться, лежит на работнике. Ответчицы представлены суду доказательства уважительности причин своего увольнения, а именно свидетельства о заключении брака и приказ о направлении супруга для прохождения службы в Камчатском крае. То есть причиной увольнения ответчика явилась необходимость переезда вслед за супругом. Поэтому суд признает причины увольнения ответчика уважительными и в иске о возмещении работодателя затрат на ее обучение отказывает. Понятно, да, решение суда? Понятно, решение суда, да. В следующий раз, естественно, вот мне кажется, все-таки как-то обеспечить ваша больница, должна обеспечить какие-то достойные условия проживания труда тем специалистам, которых вы вот и учите еще за свой счет. Да если бы даже и было бы, она бы все равно уехала. Ну так сложилось, все равно бы уехала. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех стать. Ты нас обманула, понимаешь, что вместо тебя мы должны другого сотрудника. А вас не слышат, что я сказал. Так же давать деньги. Решение суда. В иске отказать. Кто придумал эти законы, но их нарушать тоже нельзя. Будем выращивать специалистов со своего персонала. Ой, я очень рада, что суд справедливо решил мою пользу. Это просто, это гора сплечь. Истец требует компенсации материального ущерба. Ответчики с иском не согласны. Пожалуйста, здесь я слушаю вас. Ваша честь, я требую возмещения вреда здоровью в размере 18 тысяч рублей, а также материального вреда и морального. В общей сложности 190 тысяч 750 рублей. От этой сумасшедшей парочки... 190 тысяч рублей, жалко, что не полмиллиона. Ответчик, я вам слово давал. Извините, Ваша честь. Меня держали в заперти, насильно в загородном доме, избивали вот это вот старое коржа. Ты проникла в наш загородный дом без закона, Ваша честь. Вы слово замечание понимаете? Понимаю, Ваша честь. Я вас оштрафую. Как это произошло? Мы находимся с Георгием Аркадьевичем уже давно в длительных интимных любовных отношениях. Что-то было в пелзинке своей, это абсолютная правда, ты об этом знаешь. Отец, истец, не надо рассказывать об этом Матвейчику. Если вы говорите, что вы с ним в отношениях, значит, он должен об этом знать давно. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что вы с ним в отношениях. Я хочу поделиться информацией. Георгий Аркадьевич пригласил меня провести уикенд в его загородном доме. Минуточку, он еще два дня был в командировке должен был быть. Лариса Васильевна, Лариса Васильевна, вы хотите судебное заседание в коридоре? Нет, не хочу, Ваша честь. Тогда стойте и молчите. Я оказалась каким образом в загородном доме? У нас с ответчиком Георгием Аркадьевичем уже давно мы находимся, в общем, в интимных, любовных отношениях. То есть он является не только моим директором, а я его секретарем, собственно. Нас связывают не только рабочие отношения, но и любовные. Вы работаете, да? Да, работала. Вы у Георгия Аркадьевича работали. Работала до всей вот этой ситуации, да. То есть вы просто являетесь, я так понимаю, вы же супруги, правильно, ответчики? Совершенно верно, да. А я его любимая. Вы любовница. Да, это супруга. Любимая, любимая любовница. И мы уже много лет спим, любим друг друга и работаем. Очень интересно. Это жирная корова делает себе маникюр. Но суть не в этом. Так вот, цитата. Большой, почему она меня оскорбляет? Потому что все это время ты меня оскорбляла и вообще била, разодрала мне шею. И что ты вообще сейчас из себя строишь, Георгий? Ты мне другие вещи говорил. К сути иска. Да, ну в общем, каким образом я оказалась-то в загородном доме? Мне ключи дал сам Георгий. В общем, собиралась и поехала я к моему любимому загородный дом. Я знала код от сигнализации дома. Он мне лично сам его написал на записочке. Дорогая, код от сигнализации в доме 235076К537. Не ошибись, иначе будут проблемы. Довстречи, три восклицательных знака. Дорогая, да, вот это вот все им было написано. То есть, я так понимаю, Ирина Борисовна, вы считаете, что вы оказались в этом доме на вполне законных основаниях? Поскольку вас пригласил туда Георгий Аркадьевич. Да, все верно. Дал ключи вам от дома и сообщил код от сигнализации. Все верно. В общем, я отключила эту сигнализацию, вошла в дом, разделась, ставлю чайник, чтобы попить чай. И тут наряд неведомственной охраны. Это очень эпичная ситуация для меня. Наверное, я ошиблась с кодом. Может быть, я неправильно сигнализацию выключила. Я не знаю. Я же первый раз в Турксии так оказалась. Ах, правда? Может быть, ты просто вломилась и хотела нас ограбить? Нет, у меня был ключ, который дал твой муженек, моя хорошая, с которым у нас связывают любовные отношения. Напоминаю, неоднократно еще тебе напомню. Да мы уже поняли, естественно, давайте к вряду. Ну, так вот, я объясняла охране, что я законно проникла в дом посредством ключей, выданных любимым моим мужчиной в прошлом уже. Но они никак не могли до него дозвониться, и вот пришлось вызвать ее, вот эту чучело. Истец, 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 истец. Нет, замедлительно, она приехала в течение пяти минут. Тысяча рублей штрафа. За что? За нарушение порядка в судебном заседании. А вот за это будут какие-то... За оскорбление других участников процесса. Я еще раз вам повторяю, вы находитесь в суде, выбирайте выражение. Ну, кто меня поймет вообще? Вред здоровью, 18 тысяч рублей. Да. Это вам ответчик причинял? Да. Что произошло? Она, как увидела меня в их загородном доме, сразу же... То есть она прибыла после того, как неведочная охрана ее вызвала, она прибыла в дом. Да, незамедлительно. Она увидела вас там. Первым же делом она вцепилась в меня, начала рвать мне мои шикарные волосы, вцепилась мне в шею, как ненормальная. А еще подробности какие-то. И разорвала мое любимое красивое платье за 50 тысяч рублей, на секундочку. Это у кого? Это такие деньги у секретарши? Да. 5 тысяч зарплаты? Твой муж мне за нее деньги. Истец, истец, суду рассказываем. Ну, так, собственно, слава богу, что в какой-то момент охрана начала ее держать, потому что я боюсь, что она бы лишила меня просто жизни. Итак, это вот у вас последствия причиненных травм, да? Да, уже четвертую неделю мне делают перевязки. Так, это вред здоровью. Хорошо, материальный ущерб. Платье 50 тысяч рублей. Продукты. В тот день я привязала три большие сумища продуктов, две из которых были продукты, шампанское, виски, сутки. Это вы к уикенду готовились со своим любимым? Да, да, я очень хотела побаловать своего пупсика, и чтобы эти два дня были очень шикарные, комфортные, и вот всем любви. А что за продукты? Гюргер Карич и не пупсик. Просто сумма очень большая. Да, ну, я готовила различные блюда, салатики, шампанское, виски, сок, водичка. Ну, если виски готовила сама, какая молодая дельница. Ну, я же это купила. Общая стоимость продуктов составила 22 750 рублей. Все необходимые чеки я могу предоставить суду. То есть вы, поскольку ответчик нанесла вам ущерб здоровью, материальный ущерб и моральный ущерб, вы оценили в 100 тысяч рублей? Да, все верно. Давайте, значит, доказательства. Мне ваши милицейские документы. Вот, пожалуйста. Хорошо, еще у меня вопрос к вам по поводу... Давайте, давайте документы все. Чеки на приобретение продуктов. Вот это я... Все в подтверждении. И записку передавайте. Пожалуйста. Так, вы обращались по поводу нанесения вам, я так понимаю, достаточно серьезного, серьезных побоев? Обращались куда-то? В милицию? Ну, да. В полицию? В полицию? Ну, полицию вызвала она непосредственно. Естественно. Ну, вы написали заявление? Да, конечно. Она еще и сама на меня начала писать заявление. Благо в этот момент приехал... А на что вы писали заявление на эстетию? Что я проникла... Что она проникла незаконно в наш дом. Хотя ключ был... Мужа у него не было, он еще два дня должен был быть в командировке. На каких основаниях? Кого она там ждала? Мне интересно. Он для себя должен быть два дня в командировке. Да что ты говоришь? Так, Ирина Борисовна, Ирина Борисовна, ваша позиция понятна всюду. Давайте, значит, начнем с Ларисы Васильевны. Ну, вот вы говорите, вы приехали в дом и увидели там эстетию. Да, безусловно. И что вы подумали-то? Ну, во-первых, она мне заявила... Зачем вы накинулись на ней? Ну, для начала. Мне позвонила медицинская охрана, мне позвонила и сказала, что проник кто-то в дом. Сработала сигнализация. Так. Она мне стала говорить, что вот муж дал ключи, написал, значит, код от нашего дома. Так почему же тогда охрана сработала? А потом мой муж два дня должен был быть в командировке. Лариса Васильевна, Лариса Васильевна, во-первых, мы вас послушаем. Лариса Васильевна, что ж такое-то, а? Во-первых, общаемся со мной, судом. Вот с эстетом надо было все выяснять до судебного заседания. Это раз. Во-вторых, я хочу услышать вашу логику. Если вы, как вы говорите, приехали в дом по вызову в неведомственную охрану, потому что кто-то проник в дом, и вы изначально думали, что эстет хотела вас ограбить. С тремя сумками продуктов, ну, это упустим. Откуда я знала, что там продукты? Я проверяла сумки. Зачем вы набросились-то на нее, если была охрана при этом? Потому что... Ты не проверяла сумки. Да, конечно, я все сумки доставала. Не надо меня перебивать. Она мне сказала, что... Лена Борисовна, я вас сейчас удалю из зала. Сюда и выслушаю, спокойно отвечу. Она вас обманывает. Что значит, я обманываю? Я в состоянии понять, кто меня обманывает, а кто нет, поверьте мне. Простите, ваша честь. Ваша честь, во-первых, я зашла домой, увидела там постороннего человека. Я ее не знала. И сумки. И сумки. Откуда я знала, что там продукты? Вы зачем набросились на нее? Потому что она мне сказала, что давно хотела со мной познакомиться, и мы делим мужика моего пополам. И, конечно, я вцепилась в ее пакли. Ну, может быть, выдернула пару волосиночек. Ну, поцарапала, ну, возможно. То есть, мои не все средства прохрали, чтобы... А почему должна была я ее жалеть? С какой стати? То есть, вы не отрицаете, что это причинили... Ну, а ваш бы дом, представляете? Вы приезжаете, а там, например, любовница, да. Отвечек, главное, что не отрицаешь уже. Да что ж такое, ты истец. Нет, в вашем случае, любовник. Ваша жена, например, как вам? То есть, вы не отрицаете, что вы причинили побои ИСУ, причинили вред материальный, порвали ей платье, и, я так понимаю, уничтожили все продукты, которые были принесены. Ну, вы не отрицаете. Слушайте, я не отрицаю, но она находилась в моем доме незаконно. Я вас про мотивы, ваши действия не спрашиваю, истец меня не перебивает. Я про мотивы, вас не спрашиваю. Я спрашиваю, отрицаете ли вы эти действия? Вы признаете их. Да, на войне все средства хороши. Я была в шоке. Но с риском вы не согласны. Нет, я не согласна. Георгий Аркадьевич, пожалуйста, разрешите как-то эту ситуацию. Ну, вообще, абсолютно верно говорит человек. Что касается... Я, да, все верно говорю. Нет, не ты, это моя жена-супруга объясняет все верно. Вера. Я прекрасно понимаю... Подожди, да. Завали свою вару. Я понимаю, что это, к сожалению, очень недалекая, очень фантазийная секретарша, она просто очень исполнительная, поэтому она и работает. А с мозгами у нее до этого было не все в порядке. Вера Аркадьевич, не надо личных оценок месяца. Я хочу от вас услышать ваше отношение к ИСПО. Я абсолютно согласен со своей супругой. Да, я был очень сильно доверчивый человек. Супруга не разговаривала об этом, поэтому я кот. Вы с супругой согласны в чем? Абсолютно тоже. То, что она причинила вред или в ее мотивы? В ее мотивы, конечно. Но то, что она причинила вред, вы тоже не отрицаете. Я не знаю, я этого не видел. Я приехал позже. Я приехал позже, потому что когда... У нас иск заявлен солидарно и к вашей супруге, и к вам. То есть, истец настаивает на том, что вы оба виноваты в случившейся ситуации. Понятия нет. Я хочу услышать ваше отношение к тому, что истец говорит, что и ваша вина присутствует в случившемся. Не понимаю вообще, какая вина может быть моя. Она что-то себе нафантазирует. Ваша честь, объясняю. Код и ключ у нее были, потому что это мой личный секретарь. И иногда так получалось, что когда я улетал в командировку, некоторые документы она забирала. Она сейчас врет, что она первый раз в этом доме. У меня тоже есть секретарь, но у него нет ни кода от сигнализации, ни ключей от моего дома. К сожалению, очень сильно доверчивый человек. Вот доверился я. Да, это доверчивый, согласна. А для чего вы своему секретарю доверяете ключи и код от сигнализации? Потому что некоторые документы остаются дома после работы. Потому что я иногда работаю дома. Истец утверждает, что она первый раз была в вашем Врет. У нее ключ был, код этот был. Нет, это я понимаю, что у нее ключ и код был. Да. Мне только интересно, почему они у нее были. Потому что она забирала несколько раз документы. Очень важные, как можно было переслать мне, когда я был в командировке. Не надо тут, ля-ля, не было у вас никаких любовных отношений. А супруга ваша знала, что у вашего секретаря имеются ключи от вашего дома и код от сигнализации? Нет, не знала. А смысл об этом? А почему же она не знала? Ну, потому что это было в рабочее время, это было несколько раз просто. Ну, а вдруг секретарь в свое рабочее время приедет к вам дома, а там будет как раз отвечать. А если он мужу доверяю, он мне бы сказал про это. Я тоже думаю, что если бы это была бы какая-то другая подоплекка этого всего, то он бы, конечно, вам сообщил. Есть записка. Я проводила экспертизу лично, на собственные деньги. Экспертизу по черковечеству. Там в вашей части представители. Там в вашей части представлены документы, где подтверждаются, что это твой почерк, дорогой. Ну, выписали. Вот здесь, о чем выписали. Такой дорогой. Очень важно, откуда она вообще могла иметь право делать почеркогающую экспертизу. Это делается только под управлением, допустим, вас. Вы давали разрешение на эту экспертизу? С какой стати любимый, дорогой? Эй, алло, проснись, алло, хухой. В общем, там есть тащи записка его жене, которую он как-то оставил в кабинете, но она не успела ее забраться, поэтому она случайным образом оказалась у меня. Собственно, две вот эти записки. Не писал ли это записки? Так, еще что-то есть? Я не знаю, что стоит описать. Спора добавить. Есть что-то? Ты такой трус, ты такой предатель. Я никогда бы не подумала, что мой любимый человек... Никуда удаляется для принятия решения. Прошу всех так. Чушь не говори. Ой, слушай, завали свою варежку, а ты для него шаламы, Да фантазировался ты, черт знает что вообще. А ты для него жирная, каково? Да с какой стати? Это полкодонка с силиконовыми сиськами. Слушай, мне вообще не пили, господи. Болеть не было. Да видите, она же бешеная. Она ни суда ничего не боится, она только может физически. Порядок. А ты не лезь. Хорошая моя, тебе не только надо сраной, не только сраной, не обратиться с головой, с головой. Прошу всех садиться. Успокоились стороны. Все, все. Фу, не мужик. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск, предъявленный к ответчице Мамаевой о возмещении материального и морального вреда удовлетворить. Взыскать с ответчицы в пользу истицы в счет возмещения материального вреда, понесенные ею расходы на лечение 18 тысяч рублей, а также стоимость порванной одежды и уничтоженных продуктов и напитков в общей сумме 72 тысячи 750 рублей, в счет компенсации морального вреда взыскать 5 тысяч рублей. В иске, предъявленном солидарно к ответчику Мамаеву о возмещении материального и морального вреда отказать. Суд удовлетворяет иск, предъявленный к ответчице, потому что вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим этот вред. В данном случае ответчица совершила административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.1.1 Кодекса административных правонарушений, то есть нанесения побоев, а также статьи 7.17 уничтожения или повреждения чужого имущества, если это действие не повлекли, причинение значительного ущерба. Ответчица фактически признает произошедшее. Таким образом, именно ответчица обязана возместить истицы расходы, понесенные ею на лечение и приобретение лекарств, а также стоимость порванного платья истицы и уничтожения продуктов и напитков. Поэтому суд взыскивает этот ущерб именно с вас. Ответчица нанесли побои, поэтому истица, как лицо здоровью, которому причинен вред, имеет право на возмещение и морального вреда. Суд учел обстоятельства, при которых был причинен вред истицы, а именно, что это произошло в доме ответчицы, в которой истица пришла для любовного свидания с ее супругом. Поэтому суд считает, что истица своим поведением способствовала случившемуся с ней и взыскивается ответчица в пользу истицы в счет компенсации морального вреда 5000 рублей. Суд считает, что эта сумма соразмерна понесенным вами физическим и нравственным страданиям. Суд не удовлетворяет исковые требования, заявленные к ответчику Мамаеву, поскольку он своими действиями никакого вреда прямого вам не причинял. Понятно решение суда? Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. То, что оценили моральный ущерб 5000, с этим я не согласна. А Гера оказался трусом и предателем. Мне такой мужчина и работодатель по жизни не нужны. Мне, конечно, морально очень тяжело. Я не хочу платить этой твари даже хоть какую-то копейку. Лар, все, успокаиваемся, отдадим ей денег, и пусть валят на все четыре стороны. В этом суде... Судебное заседание объявляется открытым. Все хотят денег. Для чего сюда пришли в суд? Деньги получить. Здесь каждый считает себя правым. Заставляли, показывали, как надо эти доллары класть туда за резинку трусов. Перстанции! Но побеждает только один. А ты на меня еще вернусь, что? Ваши межреческие отношения меня интересуют. Меня интересует, кто причинил материальный ущерб. Проверьте себя. Отгадайте, на чьей стороне закон. Он вор и мошенник. Да ну а ты полицейский судья. Смотрите «Зал суда. Битва за деньги». Он вам заплатил больше двухсот тысяч за эти годы. И ни копейки не получил. Закон суров, но это закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова